В эти минуты в Тюмени проходит конкурс с водителем скорой помощи. Именно от этих людей зависит, как скоро окажут помощь больному. На звание лучшего водителя претендует 8 человек. Основную часть испытаний они уже прошли, и вот-вот начнется церемония награждения. Сейчас на месте событий наш корреспондент Анна Княжева. Анна, добрый день. Какие испытания приготовили организаторы для участников? Анна, добрый день. Действительно, сегодня водители скорой помощи показывают именно те навыки, которые необходимы им в реальной жизни. А именно скоростное маневрирование. Ведь все мы знаем, как иногда сложно добраться до больного. Это и забитые улицы, заставленные машинами дворы, пробки. Иногда и водители, которые просто не реагируют на спецсигналы скорой помощи и не пропускают их. Иногда счет идет действительно на минуты, и все понимают, что водитель скорой помощи не менее важен, чем хороший врач, который в этой скорой помощи находится. Сейчас мы вам покажем, как проходит конкурс. Конкурс, практическая его часть. Вы видите, что участникам нужно сделать разворот в ограниченном пространстве, правильно припарковаться. И все это нужно сделать по времени. Вот пока шли испытания, мы поговорили с главным врачом станции скорой медицинской помощи, Лидией Остраумовой, и спросили, с какими проблемами они сталкиваются. Я предлагаю послушать, что нам ответили. Если вы увидите наши дворы, то вы сами поймете, в каких условиях приходится работать. Особенно вот в такую погоду, когда слякоть и снегопад, и когда бросают машины вообще, где попало, поскольку сложно сразу расчистить горы, это же понятно, то здесь приходится быть такими виртуозами, что цирк, наверное, просто отдыхает. Буквально с минуты на минуту начнется награждение. Кто стал лучшим водителем скорой помощи? Мы обязательно расскажем вам в следующем выпуске новостей. Анна. Ну что ж, спасибо, Аня. На связи со студией была моя коллега Анна Княжева. В Тюмени проходит конкурс профмастерства среди водителей машин скорой помощи.